Парк Степаново – одно из самых популярных мест отдыха ивановцев. Не так давно на просторах интернета появилось сообщение о планируемой вырубке здесь 60 деревьев. Тут же поползли слухи о вероятном строительстве в парковой зоне общепита или торговой точки. Наша съемочная группа вместе с представителем Всероссийского экологического движения Андреем Автанеевым проверила правдивость этой информации. Оказалось, вырубка – вынужденная мера. Вот, к примеру, данный ствол оголился буквально в этом году. Вот по весне. Если вот слева ствол, уже два года он в таком состоянии. А вот это буквально за один год. Вот за зиму, за весну плеч полностью его съел. Вот ходы клеща, если можно разглядеть. Вот такая плачевная картина у нас с вязами. Жучок поедает только вязы. Из деревьев как будто выкачивают жизненные силы. Работники парка пытались обрабатывать стволы, чтобы спасти деревья. Все бесполезно. Изучали данную проблему, консультировался со специалистами-экологами. Спасение только одно – вовремя их спиливать и сжигать. Не утилизировать, а сжигать. Уничтожить пораженное дерево, а вместе с ним и насекомых, погубивших его, необходимо как можно быстрее, пока не пострадали другие вязы. В глубине парковой зоны эта зараза уничтожила уже десятки деревьев, оставив за собой участки мертвого леса. Для того, чтобы срубить в парке хотя бы одно дерево, сотрудникам учреждения необходимо собрать десятки документов. Драгоценное время утекает. Заболевают здоровые деревья. Мы, конечно, реально понимаем, что данную процедуру надо обязательно проходить. Иначе могут оказаться и другие любители повырубать лес. Но, однако, к сожалению, действительно мы сейчас столкнулись с такой проблемой. Конечно, мы взаимодействуем с Комитетом по природопользованию. Люди идут нам навстречу, работают интенсивно по подготовке документации и выдаче разрешения. Но, к сожалению, все равно этот процесс получился у нас довольно-таки долгий. Ну, реально вот уже два месяца, к сожалению, мы результатов пока не видим. По словам директора парка, всего 2-3 месяца необходимо, чтобы сильное здоровое дерево превратилось в сухую корягу. Сухостой, кроме прочего, пожароопасен. И если вовремя его не выпилить, грозится в любой момент рухнуть. Могут пострадать отдыхающие. Мы напишем запрос от общественной организации, с Российского общественного движения «Зеленая Россия». Мы напишем запрос в наше отделение Росприроднодзора, посмотреть, что можно сделать, как облегчить процедуру вырубки вот этих больных зараженных деревьев. Кроме того, в сентябре экологическая организация планирует провести в парке масштабный субботник, чтобы очистить зеленую зону от следов отдыха человека. По мнению активистов, движение – большего, чем жук, вредителя для природы. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.